Да, вот, в общем, Саша Симонов в костюме Саши Симонова. Встречаем. Перед докладом хочу сказать, что вам нужно будет его смотреть внимательно. Там есть небольшой нюанс. В конце доклада мы разыграем этот напиток Ивана Таллинн, это старый Таллинн. В нем есть ром, так что все нормально. Немного обо мне. Я в IT с 1998 года, моя первая операционная система была ЦПМ, может кто-то помнит. Были такие компьютеры Корветт. Можешь просто сказать, а у Дэй здесь? У меня был первый компьютер, именно мой, собственный, без монитора. С спектром, за икс? Нет, ну нормальный писюк, без монитора, на который я поставил Линукс, а потом запускал иксы, в иксах запускал икс ММС, чтобы слушать музыку. Это все без монитора? Да, без монитора, зачем? Ну что, зашел, типа, путается компьютер, там консоль, ты залогинился, сделал старт икс, поднимается терминал, ты там выводишь икс ММС и все, слушаешь музыку. По шутку, а там. Моя первая контрибьюция в open source была поддержка кириллицы ETA-8 в дженту, это было в далеком 2000 году, тогда только ETA-8 начал входить в жизнь, а вот с русским было все плохо. Нам пришлось с одним чуваком, который, оказывается, не программист, а вообще он врач, мы добавляли эту поддержку в дженту. Ну, начнем наш доклад. Да, вот всегда пишут, что вот Raylos-блог можно создать за 15 минут, это из официального гайта, ну вроде как все просто. Много времени не тратил, вот что там, модельки насетапил, там контроллеры уже есть, давайте попробуем. А, ну, когда ты такой, ой, сейчас за 15 минут сделаю. Вводим команду, а потом, ой, у нас рельсов нету, у нас новый компьютер, что-то не то. Ты такой удивленный, блин, ну там написано, что должно работать. Вводишь опять, что сказано. Опять что-то не то. Ты такой в панике, блин, что делать. Надо что-то делать. И нам помогает столбан. Ну, не совсем. Мы предполагаем, что у нас вот крутой рубишный компьютер, Apple, вот новенький, и мы начинаем его сетапить. Что мы там добавляем? Ну, homebrew. Дальше мы там, по предубеждениям, что РВМ или РБН, или там вручную лицерцов собираем. Дальше мы начинаем ставить базу, определенные же версии. Ну, а дальше пошло-поехало, там, куча библиотек и матч-мэджи. И ты такой уже, через пять часов ты только смог запустить вот это. Окей. Ты радостный, но это плохая радость. Что мы вообще сейчас сделали с нашей системой изначально? Мы только начали программировать, а уже сделали нашу систему грязной. Мы добавили сторонний софт, который не поставляется. Мы уже сделали нашу систему нестабильной. Почему? Я вам объясню. Вот у нас пришло обновление в Макосе. Мы обновились, и нам никто не гарантирует, что старое, что у нас стояло, будет работать. Также мы сделали нашу систему непонятной. То есть мы, в принципе, не можем гарантировать ее работу. Потому что мы поставили сторонний софт, который собран непонятно кем, непонятно как. И как это поддерживать? Окей. Мы там поставили постгресс, я не знаю, 9.6. У нас приходит новый проект. А там уже десяточка. И ты такой, ммм, окей, делаем апгрейд. А потом, опа, тебе нужно опять в том стареньком проекте сделать изменения. А там 9.6. И ты такой, что делать? Как это можно решить? Кораблика. Докер. Я считаю, что для локальной разработки и development environment это идеальное решение. У нас чистая система. Мы туда поставили только один пакет. Docker и все. Больше нам ничего не надо. Мы можем запустить проект, но в течение 10 минут. При условии, что мы собрали Docker-контейнер, собрали Docker-compose. Потратили на это немного времени. Я вот давеча читал в Ruby чатики в скайпе. Там спрашивали, как вообще упростить разработку там. Ну, а Docker... О, нет, у нас с этим туго. Мы настраиваем сами и локально, и там на продакшене. Все ручками, там древние технологии и тому подобное. Зачем? Мы дополнительно себе стреляем в ногу, тем, что это не автоматизирует. Мы можем потратить время на что-то более лучшее. Не знаю. Почитать книжки. У нас одинаковые вармены. Мы, например, используем Docker на продакшене. Потому у нас нет такого, что на продакшене есть бага. А вот и локально нет. У нас там одинаковые версии того же Docker. Одинаковые версии. Ну, опять же, контейнер одинаковый. Это много всего упрощает. Кубернет из коробки. Там Миша уже его пробовал. Миша, как тебе кубернет? За меня ответят даже не приют. За меня за это хорошо. Я не говорю за локальную. У нас есть вот эти маленькие контейнерки, а мы потом уже кубернету все отдали, и он делает все за нас. Кубернет из древней Греции чувак, который огонь принес. Помогал людям. Ну, а вообще, это система запуска твоего проекта без твоего участия. Например, ты говоришь, мне нужно там два инстанса базы, два инстанса продакшена и там, я не знаю, еще один Redis где-то поднять. Видно условий, честно, контейнер не внедрится? Нет, это контейнер. Скажи одно слово, оркестрация. Это, короче, такой слой АВС. Скажи одно слово, оркестрация. Ну, хорошо. И вот наш кораблик готов в путь. Что нам нужно для блога? Девайс, Канкан, Ролифай, Airmagic, Комментабл, Акта-С-3, Акта-С-лист. И куча-куча-куча, вот, везде расписано, куча библиотек. И ты такой, блин, зачем столько много? Ну, ладно, сейчас поставлю, написали же. Но есть проблема. Это ж надо все поддерживать. Чем больше кода, тем он проблемнее. Приведу пример. Ну, тут несколько. Например, все привыкли пользоваться REST Client, Faraday и все остальные. Зачем? Faraday за собой тянет куча непонятного чего. Хотя можно на это что-то поиспользовать. Он стандартный. Он ничего не тянет. Он отлично работает. Нам больше ничего не надо. То же самое с мульти-джисоном, OG, Agile. Если у вас нет проблем со скоростью, там, JSON-а, используйте стандартную библиотеку. Или вот у нас есть какой-то лимит для контроллера, там, две роли. И мы там добавляем Rally-Fi, Can-Can. Добавили слой, который нам не нужен. Потому что он нужно будет поддерживать. Или Trailblazer. Как ты без Trailblazer? А? Как ты без Trailblazer? Отлично. Слой для них нет. Он не нужен. Ну, то есть, ну, честно, он не нужен вам. Он не нужен вообще. Вообще или для Бога? Ну, честно, вообще не нужен. Ну, вот, например, посмотрим на библиотеку Google AUS. Если вы посмотрите, то он использует... Куча непонятного. Он Faraday использует. Faraday тянет за собой еще Multipart Post. Хотя вы его вообще не будете использовать. Он тянет за собой MMOIST. Зачем? Multi-JSON. У нас есть стандартный JSON библиотека. В чем проблема? В чем проблема для тех, кто пишет эти библиотеки, написать такой же интерфейс? И все? Переписать? А? Я видел, что не вопрос, но нужно писать. А-а-а. Так нужно ж... Знаешь, что писать? Так мы придем к вот этому. Когда у нас сто пятьсот тысяч библиотек на каждый чих. Ну, реально. Там есть JS библиотеки, где одна строчка. Ну, я что, тяжело добавить себе в проект. Нужно тянуть непонятно что. А в сфере последнего Node.js бэкдора вы хотите такое же самое? Я нет. Можно назад попасть? Спасибо. Мы уже начинаем загрязнять проект вот с самого начала. Мы его даже еще не начали, а уже начали загрязнять. У нас есть толстые модели. Честно, я вот 10 лет работаю с Ruby. И какой бы сторонний проект ко мне не приходил на переделку, там вот такое вот. А контроллеры? Это ж вообще, ну... Я не понимаю, вот как можно писать вот такое вот. Читабельно. Нечитабельно или читабельно? Все на месте. Ну, типа, все в одном месте, да? А, вот здесь вот, это я на 439-й строке. А их там 600. Ну, здесь поменьше, всего 250. Тестов нету, реально, ну... Реально не пишутся тесты. Сейчас загрязнят еще и тестами. Хорошо, а как ты обновляться будешь? А шучу, шучу, шучу. Как это нету тестов? Да вот, в 90% проектов нету тестов. Наверное, просто там, где они есть, тебе не приходят на переработку. Не знаю, наверное. Если бы там были тесты, они бы тебе не дошли. Копи-пейст. Мы же это любим. Что там, ой, зачем делать сервис? Я сейчас, типа, копи-пейстом сделаю, все, типа, выкатим. И потом починим. Нет, потом не будет. У нас будет расти техникал-бек до невозможных высот. А вот это самое любимое мое. Знаете, что такое модел Олл? Это выборка всего из базы. Ну, хорошо разработчик делает это у себя локально. У него там, ну, сколько? 100 записей в базе. Все отлично быстро работает вообще. А вот на 100 тысячах... Ой, что-то у нас тут прот упал. Что случилось? Расскажу подробнее. Что вообще происходит в этом Олл? Мы, во-первых, выбираем из базы 100 тысяч записей. Вот одним запросом. Ну, здесь уже память ушла. Ну, это ладно, там, как бы, данных может быть немного. Но самое страшное, это то, что мы создаем 100 тысяч актив-рекорд объектов. Актив-рекорд — это очень тяжелый объект. Если вы посмотрите количество методов, которые там есть, и сколько там вообще всего... Даже дело не в магии, а в том, что объекты вот большие. Лучше использовать хэши. Ну, вот Богдана Гусева нету. Он в свое время сделал очень классный коммит в рельсы. Он добавил плак. Кто-то пользуется плаком. Зачем он? Чтобы сразу плакать. Чтобы сразу получить массив. Чтобы получить, ну, простые рубежные объекты. Некоторое время там наш проект живет, мы его начинаем, ну, продолжаем, точнее. Модели, контроллеры, а потом так бум. Он у вас просто тонет. Вы начинаете тратить время впустую на то, чтобы поддерживать этого монстра. Причем ваш проект не корабль, а вот этот Кракен. Он, да, он забирает вас вместе с собой на дно. Но вы перестаете писать бизнес-код. Вы пишете какие-то подборки. Вы открываете контроллер, в котором тысячу строк. Вы в нем уже ничего не понимаете. И вы пытаетесь... Час я вот так почему-нибудь, может, заработать. У меня есть план. Ну, почти Барбаросса, но тут Барбоса. Сервис-объект. Это по поводу Трел-Брейнзера. Мы можем вынести нашу бизнес-логику в отдельный класс, который будет делать что-то одно. И все. Этот класс можно тестировать отдельно. Изолировано. Даже с моками. Потому что у нас есть только входная точка и выходная. Да, тесты. Я раньше, честно, думал, что можно писать тесты потом. Типа, сначала код, потом тесты. А вот за последний год понял, что мне нужно сначала тест, а потом код. Почему так? Реально ускоряет время разработки. Ты вместо того, чтобы постоянно дергать свой запущенный рейл-сервер, там, с какими-то параметрами, пытаясь, там, форму запихнуть, или еще что-то, ты пишешь тест, который делает то же самое. Это намного быстрее. Ты в нем можешь удобно дебажить, там, и тому подобное. Работа со сторонними API. Мы же продолжаем их дергать до тех пор, это API, пока оно там не заработает у нас как-то. Хотя мы можем добавить там VCR, сделать себе запись этого запроса, и все, у нас уже есть. Нам не надо дергать third-party сервис каждый раз на запуске тестов. Мы можем писать уже код намного быстрее. Код-ревью. Я вот тут только недавно впихнул на один из наших проектов автоматическое код-ревью. Есть такая либо Bronto. Что она делает? Она запускает, ну, стандартные, там, статистические анализаторы кода, там, Rubacop, Rails-Code-Style, Flay. А потом тебе в GitHub или в GitLab комментарии оставляет. Да, ты их на них не забываешь, у тебя есть комментарии, ты их сразу видишь на каждой коммит. Очень удобно. Continuous Integration. Вот мы все говорим, что это круто. Было столько докладов обо всем этом. Причем-то мало кто использует. Мы же все разработчики. Мы пишем автоматизацию для другим, для других. А для себя не можем сделать. Это странно. Есть такое понятие KISS. Оно пришло с Unix. Keep it simple stupid. Я видел очень много кода, который в overengineering. Это очень большая проблема. Этот код очень тяжело поддерживать. Ты его написал один раз, а потом забыл. Если ты к нему вернешься через полгода, ты уже его не поймешь. Он сложный. Не только в количестве строк. Он сложный для понимания. Разбей его на маленькие части, которые делают что-то одно. Опять же, сервис объекты. И у тебя появится свободное время. Когда он пообщается с женой. Да, с женой. Я не знаю. С девушкой. С парнем. С котом. Да, еще очень интересно. Все же там себе понакупали ноты. 8 гигов памяти. 16 гигов. Больше 32, 64 гигов. И такие. Я не знаю, что оно тормозит.